Добрый день, друзья! С вами Тридсификация. Проект направлен на популяризацию теории решения изобретательских задач. Мы говорим об изобретениях, инновациях, инструментах развития креативности и, конечно, от ТРИЗ. С вами Евгений Кустов, ТРИЗ-специалист, куратор проекта Тридсификация. И сегодня мы общаемся с Валерием Сушковым, ТРИЗ-мастер, основатель компании CG Training & Consulting Нидерланды. Мы сегодня хотели обсудить тему 100 лучших изобретений по версии компании Time за 2019 год. Переходим к нашему топу компании Time, которая составила свой топ изобретений 2019 года. К сожалению, или не к сожалению, к сожалению, для нашего формата там 100 изобретений мы все 100 рассмотреть, конечно же не сможем. Мы давайте рассмотрим вот те изобретения, которые вы считаете с вашей точки зрения наиболее интересными. А дальше уже действительно там каждый может зайти на страницу Time, посмотреть и сделать свой топ. Спасибо, Евгений. Сейчас я начну. Но для начала я хочу сказать, что речь идет о лучших изобретениях 2019 года, список которых опубликовал недавно журнал Time. Я знаю, этот журнал и весь этот список есть у них. Ну, я сейчас говорю про английскую версию, я не знаю про русскоязычную версию. Весь этот список есть в полном доступе на их веб-сайте, там time.com. То есть его может увидеть любой. Вот. И я как бы, когда начинал этот обзор, естественно, что у меня есть свои критерии. Вот. Как бы критерии... У меня, скажем так, два таких интересных критерия. Это, с одной стороны, как мы знаем, когда меня спрашивают всегда, как вы оцениваете одно или другое изобретение, особенно меня иногда привлекают к оценке потенциала инвестирования в какие-нибудь стартапы. Мой первый вопрос – это, а какая задача решена этим изобретением? Какую проблему решает это изобретение? Угу. В свое время Business Insider и другие организации проводили, значит, анализ причин, по которым стартапы не доживают до выпуска продукции. Ну, или, грубо говоря, банкротятся и разваливаются. Угу. Потому что, если они знают действительно статистику, то большинство людей скажут, ну, развались, потому что у них не хватало денег или неправильно тратили деньги, или не сумели вовремя пройти очередной раунд инвестиций и так далее. На самом же деле оказалось совсем не то, что в 42 процентах стартапы разваливаются, потому что приносят на рынок продукт, который никому не нужен. Поэтому, кстати, теория решения изобретательских задач. Когда меня спрашивают, какие изобретения самые потенциальные, я говорю, те, которые решают самые крупные проблемы. Если изобретение проблем никого не решает, ну, единственное, почему оно может продаваться, у него может быть какое-то эстетическое, эстетические ценности. То есть, ну, картины и так далее. Хотя картины тоже, если задуматься, решают нашу проблему. Конечно, да, да. Это инвестирование. Это наша, как бы, культурная депривация в каком-то счете решает эту проблему. Вот. Ну, а если мы говорим, конечно, о технических изобретениях, в первую очередь, они должны решать какие-то проблемы. Вот. Конечно, можно выпустить продукт, который, в общем-то, конкурентен тому, что уже есть, но этот продукт может быть или устройство может быть в несколько раз дешевле. Естественно, люди будут покупать. Это тоже инновация, по большому счету. Вот, кстати, сегодня тоже будет парочка таких продуктов. Так вот, что интересно. И второе, значит, что меня лично интересует в этом плане, не просто решенная проблема, а еще вот как используются в этих примерах, в этих новых инновациях то, что мы называем законами или закономерностями развития технических систем. То есть, те, кто знают ТРИС, знают, что в ТРИС есть особый раздел, который называется «Теория развития технических систем». И что за это долгое время, когда проводился ТРИСовский анализ, были выявлены вот эти вот закономерности, которые позволяют оценивать, как системно происходят изменения. И выяснилось, что вот эти вот изменения в совершенно разных системах, там, электроника, не знаю, машиностроение, может быть, оптика, оптические системы. То есть, закономерности, они одинаковые. Ну, или очень схожи, по крайней мере. Вот. И если эти закономерности знать, то оценив сегодняшний уровень состояния какого-нибудь решения технического, можно легко предугадать или предсказать, да даже не просто предсказать, а создать решение следующего уровня, используя вот эти вот закономерности. Вот. Поэтому это очень интересная тема. Поэтому я, как бы, когда рассматриваю всегда изобретения, какие бы они ни были, я всегда также произвожу вот эту оценку с точки зрения использования закономерности развития технических. Вот. Поэтому вот такие два критерия. Порядок будет достаточно такой, скажем, случайный. Вот. Нормально. Нормально. Да. Так что, как бы, больше критериев нет. Вот эти вот два основных критерия. И поэтому, что интересно получилось, что я хотел отобрать, скажем, 15 изобретений из списка ТОП-100. Но в этом списке есть еще пара изобретений. Действительно, мы посмотрим на 15 изобретений. Но несколько из них не из журнала Тайм. Вот. Поскольку... Ну, Тайм, естественно, не можно понимать, что происходит. Сегодня в ГУМа только в США подается 600 тысяч заявок на патенты. Угу. В Китае подается больше миллиона в год заявок на патенты, на изобретения. Угу. Представляете, какое количество изобретений, в общем-то, создается в течение года? В общем, количество огромное, действительно. И вот каждый год, когда я пытаюсь оценить, какие изобретения были наиболее интересны, наиболее перспективны, то, безусловно, здесь действует эффект лавины. Если, допустим, какой-то журнал или какой-то ресурс прокромил какое-то изобретение, то все остальные тут же копируют и начинают тоже его. Конечно, конечно. Поэтому, скажем, многие изобретения, которые действительно имеют очень большой потенциал, у них есть тенденция оставаться заказами. Вот этого бы, конечно, не хотелось. Поэтому приходится смотреть не только то, что публикуют такие наиболее популярные и, в общем-то, издания и ресурсы солидной репутации, но также по своим каналам. Ну, здесь еще можно впоследствии вернуться к этой теме с той точки зрения в одной из следующих передач, что есть изобретения, которые уже реализованы во что-то в продукт, и вот как раз журнал «Тайм», они как раз ближе к этому. То есть это уже, да, это уже продуктовые вещи, которые можно поощупить, грубо говоря. Есть изобретения на уровне технологии, которые еще только ожидают своей реализации, и поэтому, да, это будет сделано в 2019-м, но когда это будет сделано в виде продукта, еще большой вопрос. Это тоже можно обсудить и посмотреть в одной из следующих передач, если будет время. Хорошо. Хорошо, ну что, поехали. Ну что ж, начинаем. Надеюсь, все видно. Ну, одно из первых таких интересных изобретений, которое, скажем, было описано еще 50 лет или 60 лет назад в научной фантастической литературе, которое появилось уже довольно давно, но это солнечный парус, то есть солнечный, точнее, это не солнечный парус, это солнечный аккумулятор солнечной энергии на спутнике. Вот, то есть, ну, мне могут сказать, что, в общем-то, солнечные панели на спутниках устанавливаются уже 20 лет как, или даже больше, 40 лет как. Но здесь отличие от всего остального – это то, что этот спутник использует исключительно солнечную энергию. То есть в нем нет больше ничего, никаких источников энергии. И этот спутник способен маневрировать за счет получаемой солнечной энергии. То есть дошли до такого уровня, что сегодня технология позволяет получать достаточной энергии только из Солнца, чтобы управлять вот маневровыми двигателями. То есть, опять же, если говорить о ТРИС, то здесь мы наблюдаем тенденцию перехода к одному источнику энергии, плавному проходу энергии сквозь объект, сквозь техническое устройство. То есть, как известно, самое страшное в энергетике – это потери. То есть, когда вы, например, смотрите, если у вас есть… Вот возьмем, например, сегодняшний паровоз. Ну, не паровоз, а электровоз. Большинство локомотивов, которые сегодня тянут за собой поезда, это электродизельные. Почему они не могут быть дизельными? По одной простой причине. При дизеле невозможно или бензиновом двигателе организовать передачу для такой огромной тяжести, для этого веса, которым обладает поезд. Это можно сделать только электрически. Поэтому что происходит? Вот все эти локомотивы, которые вы видите, которые идут на магистралях, особенно на дальних магистралях, где нет электрических проводов, это дизель-электрические локомотивы. То есть, туда сначала заливается дизель, который сгорает, и при сгорании вырабатывает энергию, который используется для приведения электрических двигателей. Что плохо? Даже в обычном автомобиле КПД 25-30%, не более. То есть, 70% массы энергии, в общем-то, выбрасывается в воздух в виде тепла. А если у вас несколько таких циклов трансформации... На каждом из циклов теряется. На каждом из этих циклов вы теряете огромное количество энергии. Ну, или хотя бы какое-то количество энергии. Вот, поэтому, как бы, идея состоит в том, что идеальное, ну, или максимально идеальное техническое устройство должно иметь как можно меньше преобразования типов энергии из одной в другой. Вот поэтому я, в общем-то, решил первым показать вот это изобретение, поскольку оно, в общем-то, устраняет проблемы передачи форм энергии. Да, очень красиво, да, хорошее. Затем следующее изобретение. Ну, все знают, что сегодня одна из основных проблем – это экология. И все знают, что сегодня принимается все больше и больше мер для переобработки, да? Да, да. Для уничтожения отходов, переобработки и так далее. Вот, например, пластик. Ну, мы знаем, что такое пластик, какая проблема с пластиком, потому что пластик практически не биоразлагается. Да. Но вот что интересно, даже с переобработкой пластика, гигантского количества, вы знаете, что происходит в этом мире, вот, достаточно крупная часть пластика не может быть переработана. Поэтому она идет на какое-то сохранение и так далее. И довольно большое количество занимает полипропилен. Ну, это один из самых наиболее используемых пластиковых в мире. Вот. Переработка перепропилена приводит к тому, что образуется такой пластик плохого качества, он обычно черный-коричневый, который переиспользовать достаточно сложно. Вот. Так вот, Проктор и Гэмбелл разработали технологию, которая позволяет из любого полипропилена, полипропилена, неважно в каком виде, там могут быть какие-то бутылки, какие-то банки пластиковые, да все что угодно. Вот. Получают вот такую вот, как на этой фотографии, абсолютно что, как они называют, девственной пластикой. То есть без всяких примесей, без записей, то есть частейшим. И если представить себе, что рынок полипропилена – это 130 миллиардов долларов в год, вы можете себе представить объем. И они стартовали компанию, которая так и называется – Pure Cycle, которая позволяет, в общем-то, практически из любого полипропиленового продукта перерабатывать вот в такой вот, в идеальный, в общем-то, начальный продукт, ресурс, из которого дальше можно снова переиспользовать и так далее. Ну, говорить о экологической значимости этого изобретения, наверное, нет смысла. А вот если с трезовской точки посмотреть, что там, чем отличается этот новый процесс, новый процесс гораздо проще и экономичнее. Почему? Потому что обычно, когда прорабатывается пластик, то это либо идет сжигание, ну, а сжигание приводит к СО2, к углекислому газу. Все мы знаем, что это такое. Вот. А второе – это то, что более-таки щадящий способ переработки базируется на химических реакциях. Идет полимеризация и так далее. Вот. Но химические реакции требуют жидкости, раз, требуют энергии, да, два, они не проходят просто так, им нужно тепло. Так вот здесь, в этом процессе, который разработал Проктор НГЭМ, используется исключительно физическая переработка, только на молекулярном уровне, что позволяет резко сократить затраты, резко сократить затраты, опять же, тепла, энергии, ну, для энергии это и есть тепло, и также, в общем-то, отходы. То есть у вас практически из начального материала удаляются только примеси, а весь полипропилен остается. То есть это, в общем-то, уникальная технология, поэтому можно не бояться с такими технологиями, что нам нужно будет избавляться от всего пластика, который сегодня есть для того, чтобы создать экологически чистую среду. Вот в этом иначе мы с этим. Да, рынок колоссальный, потому что действительно это не то, что у нас есть огромное количество отходов, которые уже есть, они же возобновляются постоянно, эти отходы. Никто не тормозит производство этих пластиков, и упаковка никуда не уходит, и люди... И заключила контракты с крупнейшими, крупнейшими компаниями, которым нужна пластиковая тара. И это, между прочим, одни из таких компаний, вот таких, как L'Oreal, например, то есть это косметическая компания, Coca-Cola и прочее. И они обеспечили себя заказами на сегодняшний день на 20 лет вперед. Вот это хороший бизнес. На 20 лет вперед сегодня все их возможности уже заняты. Класс. Подключиться, учтите, что только через 21 год. Ну, естественно, что если такая технология пойдет, она будет масштабироваться, скалироваться, и другие... Эта лицензия можно получить и тоже производить вот такой пластик. Угу. Да, отлично. Интересное изобретение, хорошее, конечно. Вот это изобретение мне очень понравилось. Называется AeroFarm. Угу. Что это такое? Опять же, ну, мы умеем выращивать фрукты и овощи, с этим проблем нет. Но мы знаем, сколько на это уходит энергии, что необходимо удобрение и прочее, прочее. И в том числе вода. Так вот это изобретение, опять же, используют, уже используют, во-первых, ресурсы. Вместо почвы здесь используется переработанный пластик. Вот пластиковые пакеты и вместо почвы. А вместо воды, вот орошение, используется туман. То есть они как бы растут в тумане. И это позволяет сократить 95% воды. Угу. Ну, понятно, да, что это та же самая история с условным там, с мытьем рук или с приниманием души, когда у тебя те же самые 95% скорее всего, они вообще не контактируют никак с обрабатываемой поверхностью. И есть такой стартап, который делает тушь тоже в виде, по сути, вот... Да, кстати, тоже было несколько стартапов, которые делают очень мелкодисперсную струю воздуха, струю воды. И это позволяет сэкономить жидкость. Кроме того, эффект получается сильнее. Кстати, вот здесь опять проявляются закономерности. Если у вас есть какая-то обработка чего-то жидкостью, то нужно проверить. Очень часто следующий шаг развития это обработка не жидкостью, а именно вот такой вот, как бы, как называется, аэрозолью, что ли, да? То есть туманом, аэрозолью и так далее. Переход от жидкой среды в газообразную. Ну, это не совсем переход еще. Это такая комбинированная. Да, ништя средняя, да. Да. То есть, опять же, здесь вот проявляется стопроцентно вот такая вот визорская закономерность. Угу. Следующим изобретением, вот это мне тоже очень понравилось, опять же, решает множество проблем сегодня для того, чтобы сохранить жизнь вот сорванным уже плодам, фруктам, овощам. Их запаковывают в пакет. Почему? Потому что они начинают разлагаться под действием кислорода. То есть, и опять же, что мы можем сделать? Мы можем удалить кислород, ну, например, заполнив пространство тем же углекислым газом и запаяв этот пластиковый пакет. И, естественно, что при таких условиях значит, тот же огурец будет храниться гораздо дольше. Но, опять же, нам нужен пластик. Предотвратить попадание кислорода на вот эти продукты можно иначе, например, используя парафин. Да? То есть... Да, всем известный способ, да. Или пластик. Ну, кушать парафин не очень-то приятно, на самом деле. Конечно, да. И не очень полезно, наверное, еще. Так вот, компания ЭПЕЛ пошла по немножко другому пути. Опять же здесь проявляется признак очень сильной закономерности, очень достаточно известная закономерность, что, когда нам нужно что-то с чем-то соединить, то это... Ну, лучше всего стремиться к однородности. Вот они разработали покрытие, то есть вот те же огурцы, киви и прочее покрываются определенным составом, который сам по себе получен из съедобных веществ. То есть у вас получается вот этот киви или угрец окружается пленкой, тонкой очень пленкой, которая, в общем-то, ее можно кушать. она абсолютно нейтральная, то есть не вызывает никаких вредных веществ. То есть она съедобная, это съедобная пленка, вот, которая при этом предотвращает доступ кислорода к самим продуктам. Ну, отлично, да, опять же... При этом она прозрачная, она невидимая практически и она абсолютно безвкусная. Опять же здесь сокращение пластика идет, снижение вреда здоровью за счет того, что исключается там параллельные... Использован принцип однородности. Веколепно использован. Красиво. Далее, да, вот это тоже мне очень понравилось. Ну, начнем с того, что это решение, оно известно уже давно, очень давно, как получать воду. То есть, например, где-нибудь в отдаленных местах, где нет доступа к чистой воде, нам необходимо каким-то образом получать воду. Ну, воду получать можно очень разными способами, например, в Африке, например. Ну, считается, что больше миллиарда человек не имеют доступа к чистой воде. Из-за этого в мире происходит огромное количество болезней, это повышенная детская смертность, грязная вода и прочее, это источник инфекции и так далее. Ну, и плюс из-за этого происходят конфликты разной степени локальности, военные. И все еще впереди. В принципе, сегодня известны методы, как очищать воду, но часто, вот, например, в африканских деревнях и так далее нет доступа к источникам воды, то есть, деревни могут жить 5-10 километров, 15 километров просто от источников воды, даже вот грязной воды. Поэтому, и это, кстати, очень сильно влияет на развитие тех же деревень, на развитие детей, на образование, что вместо того, чтобы ходить в школу, они ходят каждый день за водой. Но принципов, как получать воду, чистую воду, достаточно много известно. Один из них, например, это десалонизация, то есть, пробок соленой воды. Затем, сегодня есть очень неплохие фильтры, которые позволяют из грязной воды получать чистую питьевую воду. Но, как бы, проблема там везде. одна из проблем, это удаленность источников воды. Вот. Компания WaterGen, она WaterGenGen, это израильская компания, разработала устройство, которое практически всем нам с виду известно. Ну, если мы возьмем вот обычный осушитель воздуха или же кондиционер. В общем, кондиционер так и переводится, air conditioner, то есть, конденсирующий влагу из воздуха. Вот. Принцип, в общем-то, где-то такой же. Точнее, не такой же, а именно такой же принцип. Мы используем охлаждение воздуха для конденсации влаги. В чем отличие от того, что уже было? Этот процесс известен, но он неэкономичен. Вот эта установка, она позволяет получать, если вы используете подводимую мощность 300 ватт, то это позволяет вам за час генерировать 2 литра воды. Вот. То есть, 300 ватт. Что такое 300 ватт? 300 ватт, это, в общем-то, тут, естественно, 300 ватт в течение часа. Это при условии, что у воздуха 25 градусов тепла и порядка 50% влажность. Что это дает? Людям, которые не знакомы с экономикой процесса, это говорит мало о чем, а вот те, кто знакомы, говорят о многом. Во-первых, все сегодняшние установки, они в 5 раз менее экономичны. То есть, в 4-5 раз. То есть, для того, чтобы произвести те же 2 литра, вам нужно не 300 ватт, а 1,5 киловатт. Вот. А это уже, само собой, безусловно, меняет, как бы, иную экономику самого процесса, плюс воздействие на инфраструктуру совершенно другое. То есть, и требования к этой инфраструктуре уже должны быть совершенно другие. Но, что они сделали? Сегодня получаемая с этим, с таким устройством вода, вот, стоит 2 цента, евроцента за литр. А даже, вот, если посмотреть страны, например, в Америке, вы будете платить доллар за литр чистой питьевой воды. В Индии цена 20 центов за литр. А здесь всего получается 2 цента. То есть, сразу видно. Но еще один плюс этого устройства, то, что ее можно подключать в солнечные панели. Вот солнечная панель, которая, допустим, вот такая вот классическая, вот сегодня они продаются везде, ставятся на крыше. И вот, если взять панель площадью полтора квадратных метра, она как раз дает 300 ватт. Стоит такая панель, начиная там от 80 долларов. И для обслуживания нужно, наверное, только пыль сдувать, по большому счету, да, на протяжении срока ее эксплуатации. А как правило, как правило, проблемы с водой существуют как раз в тех местах, где много солнца. Постоянно солнца, да. То есть, вы подключили вот это устройство, поставили его там в поле, подключили солнечную панель, и все, вы обеспечены водой. Естественно, вот этот, показанный на картинке, это такой домашний вариант. Сегодня они уже выпускают промышленные варианты, где можно получать до 5 тысяч литров воды в суд. Класс. Ну вот, опять же, здесь получается, что идет подтверждение того тренда, что техника будет сворачиваться вокруг человека, то есть, человек будет более автономный. Это же дает автономность человеку как раз, правильно? То есть, мы уже будем менее зависимы от источников получения воды. Не про канализацию, конечно, централизованную, но тем не менее. Не нужно рыть колодцев, не нужно собрать воду, вода из воздуха. Ну, если смотреть на три, значит, каким образом? Опять же, мы решаем задачу, да, решаем задачу намного экономичнее, эффективнее, чем до этого, терминский принцип, который был использован, это в технологии. Хотя принцип охлаждения воды за счет, принцип конденсации воды за счет охлаждения известен уже очень давно, вот, и много очень патентов, это совершенно, их устройство основано на совершенно новом патенте, вот, и там используем, очень хорошее использование ресурсов. Вот, обеспечение охлаждения обычно, как бы, воздух охлаждается на какой-то холодной поверхности и осаждается. Вот, а здесь же охлаждение идет за счет встречных потоков воздуха, то есть, более охлажденный воздух охлаждает более горячий воздух. Хорошо, да. Ну, на самом деле, патент написан таким образом, что там не очень легко понять, как это происходит, физика процесса, она, в общем-то, сам принцип понятна, а как это сделано, там не очень понятно. Это с целью защиты патент. Это с целью защиты, конечно. Но принцип вот этого использования самого же воздуха для охлаждения воздуха очень интересен. Это как раз именно тафизмская часть, которая, скорее всего, позволила им вот сделать это изобретение и достичь такого рывка, скажем, в эффективности. Значит, следующее изобретение, опять же, то, что, в общем-то, кажется, из области то ли фантастики, то ли нет, значит, ну, мы знаем, что для того, чтобы пилотировать самолет, существуют разные типы устройств, тот же самый автопилот, который известен уже лет 50, наверное. Но, безусловно, всегда есть какие-то проблемы. Это, во-первых, манимирование самолета при изменившихся условиях, это посадка, хотя сегодняшние самолеты практически на 90% летают автономно, милоты там находятся лишь для того, чтобы, значит, вмешиваться в каких-то неординарных ситуациях. И чтобы людям было спокойнее. И чтобы людям было спокойнее. Ну, есть еще, конечно, вот посадка, это самое сложное. Да, да, да. Вот. Так вот, появилось такое изобретение RoboPilot, которое, в общем-то, вот такие вот роботизированные системы управления самолетами были известны уже давно, но они всегда требовали присутствия человека. И вот эта система, которая, она не предназначена для какого-то конкретного самолета, она может работать практически со всеми самолетами. То есть, она адаптируемая. Выставляют самолет, и вот в этом году, почему я решил привести это изобретение, как раз создали такой робот-пайлот, который делает абсолютно все, то есть, пилот вообще не нужен. И более того, весь год проводились исследования на американских базах для, значит, оценки, сможет, оценки надежности этого устройства. И оно действительно работает. Ну, конечно, мы знаем, существуют беспилотники, но беспилотники – это немножко другая ситуация. Здесь же мы говорим о пассажирских пилотируемых самолетах. То есть, грубо говоря, мы можем начинать говорить о том, что профессия летчика, она постепенно начинает вымывать. из профессиональной области вот тех, кто летает, как вы сказали, на крупных самолетах, это уже понятно, да, и они там, наверное, по большей части действительно нужны в очень короткий промежуток времени. Но здесь уже совершенно другой сегмент. Это уже сегмент малой, наверное, гражданской авиации, да, которая сильно распространена на Западе. И, наверное, там уже… Хотя… Безусловно, здесь же мы опять наблюдаем проявление закономерности вытеснения человека из технической системы. Просто пока сейчас это дорого, скорее всего, вот эта система стоит денег больших, а научить человека, наверное, сейчас гораздо дешевле. Но со временем, конечно же, системы будут удешевляться. Ну, со временем все. Человек будет только наслаждаться искусством, как считалось раньше. Знаете, в утопических произведениях, при… Ну, правда, в коммунизме нет. Коммунизм так же не считался. В коммунизме считалось как раз, что человек будет работать. То есть, он не должен будет работать, не будет работать не потому, что должен, а потому, что хочет. потому, что хочет, чтобы работа приносила ему удовлетворение. Чтобы работа приносила удовлетворение. Помогала ему почувствовать себя важным членом общества. Хорошо. Следующее изобретение, вот, наверное, оно не столь как бы, ну, как бы значимо, да, для выживания цивилизации, развития. Но оно интересно, потому что мне лично понравилось, сегодня очень разная тенденция рисования на стенах. Детвай, волл, декор, да? Квартир, да, декорирование стен. То есть, вы можете нарисовать что-то у себя дома, вы можете нарисовать особенно в кафе и так далее. То есть, что-то рисуется. Ну, как рисуется. Но это уже, знаете, на святое уже замахнулись. То есть, мы только что говорили, что человек должен получать удовлетворение от работы, и в том числе это он за счет искусства получает. А здесь скалывают роботы. Вот. Да, но вы, как бы, вы создаете непосредственно изображение, которое, вот этот робот, который называется скрайбет, туда еще он не добрался. Он может только переносить твои идеи. Да, естественно, переносит. Тут 4 фломастера, видно, 4 цвета. Ну, конечно, специально используются фломастеры. И это робот, который ползает по стенке и рисует. Вот. Но что, плюс еще в чем, что он может истирать. То есть, вы каждый день можете иметь совершенно новое изображение на вашей стене. Да, вот интересно посмотреть. Я видел подобные системы, реализованные при нанесении граффити на больших пространствах, то есть, когда нужно закрасить там не метр на метр два на два, а, когда там, 20 метров в высоту и так далее. То есть, там, да, уже есть тоже интересные разработки, которые используются, потому что, действительно, человеческий труд, он и опасен, и дорог в этом плане. А здесь поставил аппарат, который тебе все это делает. Ну, есть известные роботы, которые перемещаются, да. Но здесь же, как бы, насколько я видел, это устройство, плюс и будет в том, что оно совершенно недорогое. То есть, его позволить всем может кто угодно, и вот это как раз есть преимущество одного из этих устройств. следующее изобретение, чем-то похожее на этого робота, и оно называется Hobot 298, вот оно слева здесь на картинке нарисовано. Это робот для мойки стекол, вот, оконных стекол. Вообще-то промышленные вот такие оконные роботы, они уже существуют, вот, и довольно давно. Этот же уже предназначен для такого бытового сегмента. Вот можно посмотреть здесь, можно видеть девушку. Наслаждается. Наслаждается жизнью, а робот в это время в бастику. То есть, что здесь из интересного, это, ну, во-первых, то, что теперь эта штука пришла домой, и то, что, в общем-то, принцип немножко отличается очистки от того робота, который используется на полу. На окне немножко другой принцип. Там, вот конкретно в этом роботе, почему он эффективный, использует распыление жидкости воды под ультразвуком. Ультразвуковое распыление. Интересно. Интересно. Это помогает разбивать и, ну, вот эти вот микрочастицы, которые собираются на стекле. Надежнее, чем, потому что, ну, мы знаете, ультразвуком крушат камни. да, да. Поэтому здесь, в общем-то, используется схожий принцип. Вот. То есть, вот такой вот прибор сегодня, в общем, доступен для дома. мы поищем. Вот это изобретение, оно сегодня больше рекламируется пока еще на Кикстартере, но, насколько я читал, в общем-то, есть прототипы. Честно скажу, не знаю, как оно будет дальше, но оно мне заинтересовало, потому что, опять же, это экологическая проблема, решение экологических проблем. Ну, то есть, вот дома, когда вы готовите, у вас, конечно, остаются какие-то остатки еды, фруктов и так далее, органики. Представляю, то есть, у вас дома стоит такой небольшой компактный прибор, в который вы загружаете вот такие вот все эти отходы, нажимаете на кнопку, и через три часа все вот эти отходы превращаются вот в такой вот сухой порошок, у которого нет не сильного цвета, ну, цвет, конечно, есть, неважно, по крайней мере, запаха. И что очень важно, что объем этого порошка в 10 раз меньше, чем объем загруженных пищевых отходов. Вот. Мне кажется, прекрасное изобретение, если оно действительно, то есть, опять же, вот в том, что я демонстрирую сегодня, это один из критериев, это то, что все это есть, и оно работает. И оно доказало свою работоспособность. Вот. Ну, вот этот прибор вроде бы действительно тоже уже доказал свою работоспособность, посмотрим, что будет дальше. Ну, потенциал-то у него действительно хороший, потому что, во-первых, да, действительно, мы избавляемся от проблем от гниющих отходов, которые сейчас там у нас, по крайней мере, там во многом выводятся на фалки. Конечно, да, ну, просто система решает, система решает эту проблему на гораздо более раннем этапе. Конечно, во-первых, это децентрализация, то есть, не ездят огромные машины, не забирают здоровенные пакеты со всеми этими отходами, где кроме отходов еще чего навалено, это нужно либо сбрасывать, либо сжигать и так далее. Вот. А здесь проблема решается в самом начале, то есть, в самом начале своего появления. Это всегда наиболее предпочитаемый и наиболее эффективный способ решения проблемы. Решайте ее там, в тот момент, когда она появилась. Плюс еще, я как вижу, полезный выхлоп есть в виде компоста. Компост, удобрения, да. Можно использовать, вот как мы видим, здесь подсыпают куда-то капусточки, то есть, можно развивать собственные приусабельные хозяйства. Совершенно верно. Класс. Следующее изобретение, опять же, проблема маленький ребенок. Вы пришли кому-то в гости в саду, а ребенок взял и убежал с друзьями там. Сегодня есть решение, которое решают за счет мобильного телефона. То есть, мобильный телефон ребенка, ты можешь отслеживать. 4 года, 5 лет, то это сложно. Компания BASIT, она придумала, она встраивает чип вот в какие-то такие, либо в сами, в саму одежду детскую, либо в какие-то вот такие вот наклеечки, которые вы можете наклеивать на эту одежду. Стоимость совершенно невелика, то есть, вот такая футболка стоит порядка 19 долларов, ну, как обычная футболка. Вот. При этом она связана с вашим мобильным телефоном, и если ребенок удаляется там больше, чем на 40, допустим, 50 метров от вас, она звучит сигнал, то, что идите ищите ребенка. То есть, как бы, она довольно простая, но она делает именно то, что нужно. Интересно, там стоит, если ребенок сильно удалится за периметр от вас. там каким-то образом стоит GPS? Нет, я не думаю, что там GPS, я думаю, что там просто радиочип, вот, и все. Да, ему нужна батарейка, вот этому патчу, да, который вот здесь, ему нужна батареечка, поэтому, я думаю, там стоит просто радиоизлучатель, вот такой, который генерирует сигнал, который ловит ваш телефон. Ну, да, вот Apple Tech обещают, ну, по крайней мере, люди ждут, что он выпустит там, по сути, то же самое, будет метка, в которую вставляется батарейка, которая тоже будет тебе говорить о том, что вот там твои ключи где-то конкретно в доме лежат, и еще, может быть, звук будет подавать. Здесь, конечно, с точки зрения производителя плюс, с точки зрения потребителя минус в чем, в том, что эта метка, если она пришивается к одежде, то тебе тогда нужно их много. Да. Таких вот не так много, и гораздо удобнее, наверное, это условно перевести в какой-то гаджет на руку, ну, собственно, что многие делают, да, телефон, часы. Ребенок очень быстро избавится от того, что у него на руке, это нужно учитывать. Да, да, да. Ну, должна быть такая, как называется, дуракоустойчивость, что ли, или детская устойчивость, я не знаю, как это назвать. Вот, поэтому, да, конечно, но плюс еще в том, что эти рубашки, одежду, их можно стирать, допустим, ничего не происходит, то есть, ну, мне кажется, решение достаточно неплохое. Хотя, конечно, это не хай-тек решение, не высокая технология, хотя, с другой стороны, радиотрансмиттер, это тоже высокая технология. Ну, наверное, к сожалению, это, наверное, не для России, с той точки зрения, что у нас закон не очень хорошо на это смотрит. Есть такая практика, когда у нас нельзя отслеживать. Это да. Ну, хорошо. Следующее изобретение, опять же, здесь мы уже говорим больше о таких персональных изобретениях, это кресло. Ну, сегодня мы видим различные конфигурации, геометрии. Чем интересно это кресло, его сделали как раз по закономерности полной анатомической синхронизации форм. А вот есть в ТРИС закономерность, это когда формы изначально каких-то соприкасающихся предметов различны, а затем они абсолютно становятся идентичны друг другу. То есть, одна форма стопроцентно вписывается в другую. И здесь, в этом кресле, его отличие, когда вы в него садитесь, задняя спинка реформируется таким образом, что она полностью облегает вашу спину. То есть, не остается зазоров. И при этом она остается спинкой, которая поддерживает. Снижение нагрузки на позвоночник, вы будете сидеть более прямо, ну и так далее. Действительно, ОВФ-неработники много часов в день проводят. Это вот стопроцентное развитие по вот этой вот тенденции закономерности согласования форм. Отлично, да. Ну, этим изобретением должны заинтересоваться девушки и женщины. Мы знаем, что компания Дайсон плохого не сделает. Да. Ну и проблема, известная многим, это, когда вы хотите сделать красивую прическу, вы используете плойку, которая нагревает ваши волосы, за счет этого происходит завивка. Осужение и завивка. Ну и в итоге ваши волосы становятся хрупкими, ломкими, потому что они просто подвергаются большому избыточному воздействуя тепла. То есть, по сути, они пережигаются. Вот. Что сделал Дайсон? Дайсон, как всегда, использовали свои знания в области управления воздушными потоками. То есть, в этой плойке у вас образуется очень сильный поток воздуха, который сам накручит, вам не нужно ничего накручивать, он сам накрутит волосы на вот эту вот плойку, чтобы сделать кудряшку, скажем так, и завивку, не знаю, как это называется, небольшой специалист в этом. Вот. И при этом он вообще не использует практически тепло. Эффект создается за счет вот создания вакуума между плойкой и волосом. Вот. И чуть-чуть только нагрев, нагрев идет очень-очень легкий. То есть, во-первых, вам теперь не нужно тратить много тепла, чтобы нагреть волосы, отушить и завить. Во-вторых, вы уже не прижигаете ваши волосы. Ну, и в-третьих, вам не нужно крутить ту плойку, волосы сам навязываются. Да. Ну, с точки зрения 30, это просто кладезь проявления закономерностей, конечно. Идеальность повышается по всем направлениям. По всем, да. Кроме цены, пожалуй. Да, вот про это я хотел сказать, что Dyson всем хорош, но стоят они, конечно. Но с другой стороны, может быть, вы электрическую энергию сэкономите, поскольку нагрев тоже много идет. Нужно учесть, что это цена, которая вот только-только появилась, то есть, безусловно, он будет дешеветь. Но с другой стороны, я вот сколько общаюсь с людьми, которые пользуются Dyson с какими бытовыми приборами, ну, в основном это вентиляторы, в основном это, конечно же, конечно же, присосы, да, все очень довольны. Я еще ни разу не встречал, чтобы кто-то пожалел, а заплачен на тебе. И просто почему она мне очень нравится еще, потому что она отражает философию ТРИС. Мы решаем ваши проблемы. Следующее изобретение, опять же, в степени действительно важно, это матрас. Так и называется самый продвинутый матрас в мире, если так грубо перевести на русский язык. Что он делает? Это, с одной стороны, классический водяной матрас, но с другой стороны, уже высокотехнологичный. В этом матрасе установлено достаточное количество датчиков, чтобы мерить вашу биометрию во время сна и регулировать термальные и геометрические параметры этого матраса, чтобы обеспечить вам наиболее комфортные условия для вашего сна. То есть, повышение функциональности всем известного продукта. Да. Вот. То есть, он даже отслеживает ваши фазы сна. Угу. Вот. Ну, единственное пока, конечно, как бы не то, что проблема, но барьер, это цена, конечно, у такого матраса это две с половиной, по-моему, тысячи долларов он стоит. То есть, пока что дорого, но все развивается. Если смотреть с точки зрения ТРИС, то это закономерность, повышение, увеличение, вот опять же, несколько закономерностей можно найти, но одна из них это повышение управляемости, то есть, адаптации. То есть, матрас адаптируется к вам и создает наиболее комфортные условия для сна. И опять же, да, человек, он проводит существенное количество времени во сне, поэтому действительно это важно для людей. Вот, опять же, устройств, которых мы обычно читаем, фантастики, но оно уже реально существует и продается. Это очки для людей, у которых проблемы со зрением или слепых. здесь слева можно увидеть видеокамеру, которая сопряжена с системой искусственного интеллекта, и она, если вы очень плохо видите или вообще не видите, просто говорит вам слух, что находится перед вами. Она умеет распознавать лица, она будет определять ваших знакомых, она умеет читать, то есть, допустим, возьмете газету, она будет читать то, что есть на этой газете, ну и так далее. То есть, опять же, все это развивается. Безусловно, это решение для людей, у которых какие-то проблемы со зрением. Ну, действительно, нам порой тяжело понять, каково себя чувствовать избавленным от всех тех радостей, которые мы получаем через зрительный канал, но достаточно просто посидеть с закрытыми глазами и походить по дому. Если мы посмотрим вокруг на статистику, сколько людей с разной той или иной формы вот такого повреждения, это может быть что угодно, это ведь, ну, просто гигантское количество людей, гигантское количество, и у всех есть эти проблемы. И, безусловно, сегодняшняя промышленность, сегодняшний хай-тек вкладывает гигантские деньги. Ну, мы знаем, что идет параллельное исследование, это как передавать образ напрямую в мозг, в мозг. То есть, это действительно, как бы, мы знаем физику процесса, да, физику мы знаем, но пока еще мы не четко знаем, как там в мозгу происходит преобразование сигналов, хотя общие контуры сегодня уже можно передавать. То есть, слепой человек может действительно видеть общие контуры. Это тем, что есть камера, которая подает сигнал, и этот сигнал напрямую идет в мозг, подключен к нервной системе. Но там еще, конечно, работы должно быть очень много, но она будет сделана рано или поздно, это стопроцентно. Ну, да, да, это действительно просто еще один шажок в направлении. Но самое главное, это уже то, что люди могут использовать сейчас. Абсолютно. Сейчас уже качество своей жизни. Это уже изобретение, это устройство есть на рынке, пожалуйста, приобретайте. Да, отлично. Ну, и вот последнее изобретение, которое, опять же, научная фантастика, это прибор, ну, точнее, тут даже назвать прибором его сложновато, немножко пока, это пока еще большая машина, которая записывает данные на вашу ДНК. Ну, не на вашу ДНК, а на молекулу ДНК. Вот. Если представить, что ширина молекулы ДНК это колеблется там где-то от 100 до 200 нанометров, то можно представить себе, какой гигантский выигрыш в снижении физического объема носителя памяти мы получаем в данном случае. Вот. Обычно можно было прочитать про исследования в этой области, но вот такая машина сегодня уже есть, которую вот в этом году они записали на ДНК, по-моему, 16 гигабайт, если я не ошибаюсь, информации. То есть, она уже работает. Это уже рабочая, ну, конечно, в каком-то смысле это еще прототип, потому что времени тратится много на запись, но она уже есть. То есть, все, она уже технология создана и работает. Ну, вот, да, добавлю, я делал небольшое исследование с точки зрения того, куда же дальше пойдет развиваться отрасль по хранению данных, потому что мы знаем, что сейчас строятся огромные дата-центры, которые потребляют огромное количество электроэнергии, ну, в общем, затрат очень много, да, и вот одна из технологий, которая должна прийти на смену, собственно, той технологии, которая используется сейчас, это как раз ДНК. И я очень порадовался, когда увидел вот эту машину. А почему меня очень вдохновляет вот это все? Ученые, когда рассматривали технологию, они предположили, что в одном грамме синтезированной ДНК теоретически можно уместить до 1000 экзабайт, а это две трети всего содержимого дата-центра в планете за 2018 год. То есть это какие-то колоссальные просто объемы информации невообразимые, да, то есть условно там всю Вселенную взять и воткнуть вот в нечто неосязаемое. Это потрясающе. То есть если это когда, не если, а когда это сделано, то все эти дата-центры, они просто свернутся в наш смартфон. Да, смартфон будет содержать содержимое всех наших знаний. это потрясающе. Вот. То есть, ну, если уже говорить с точки зрения ТРИС про это устройство, здесь целый комплекс закономерностей, переход на микроуровень, сопряжение с биологическими системами и переход на новую совершенно парадигму. У них же используется другой принцип записи, чем вот обычный, стандартный и так далее. Если учесть, что природа создавала нашу ДНК минимум 3 миллиарда лет, то... Да, природа постаралась, да. Да, то было бы глупо не использовать вот этот ресурс. Вот. Очень классно. Вот смотрите, мы начали с такой темы, как космос, да, с большой, красивой темы и закончили не менее красивой темы, как человек, не менее большой. Вот. И в процессе, да, посмотрели, какие-то технологические вещи и те вещи, которые уже можно применять сейчас, по-моему, получилось отлично. По-моему, уже было. Вот. Но что хочу сказать, что мы сегодня действительно вот что радует, это то, что, да, мы с вами как-то недавно говорили и говорили, что количество проблем растет. Но это неизбежно. Почему? Потому что растет количество решений. Каждое новое решение создает здесь новых проблем, как известно. Но и количество изобретений растет, и количество решений различных проблем растет. И что будет очень важно, что даже если эти решения будут создаваться где-то локально, разбросанно, то в итоге мы придем к тому, что эти решения можно интегрировать и получать какие-то, действительно, решать сложные и глобальные проблемы и вопросы. Супер. Спасибо огромное за обзор. Было очень интересно. Я надеюсь, что и нашим зрителям будет интересно и вы можете присылать свои какие-то версии тех изобретений, технологий или гаджетов, приборов, которые были сделаны за 2019 год. Мы с интересом на это посмотрим. На этом и завершаем. Спасибо, Евгений. Спасибо, спасибо, Валерий. Ну, тогда до встречи, до встречи. Будем еще обращаться. Всего доброго. Спасибо, до свидания.